МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Национальный совет Западной Армении во главе с премьер-министром Гарником Саркисяном почтил память одного из основателей Национального совета Западной Армении, Санвелла Крапетяна. Напомним, что 27 февраля скончался Санвелл Крапетян, соучредитель Национального совета Западной Армении, являлся также известным армянским экспертом по памятникам, историкам, коллекционерам, председателям Ереванского офиса Фонда изучения архитектуры в Армении. 23 февраля по приглашению Казара Саркисяна президент Западной Армении Арманак Абрамян встретился с собранием Айкян. В начале встречи президент кратко представил свою биографию, эпизоды освободительной войны в Арсахе, а также историю формирования правительства Западной Армении, предстоящей планы на этот год. А затем ответил на вопросы общины Айкян. Участники встречи договорились о проведении совместных мероприятий среди населения Западной Армении по распространению айкянской, то есть национальной культуры, что будет способствовать национальному пропуждению армян. Встречи не будут ограничены одним разом. Франц-24 показал эксклюзивные кадры, показывающие причастность французских террористов с столкновением в Идлибе. Согласно видеороликам, опубликованным 28 февраля, в окопе есть пулемет и несколько человек с автоматом. Некоторые из них носят бронежилет и говорят по-французски. Они появились с 2013 года. Автор отчета представил гораздо больше информации об этих людях. По его словам, они участвуют в военных действиях уже несколько лет. Считается, что людям, которые были там в этом районе с 2013 года, этого времени уже достаточно. Это несколько десятков человек, которые создали труднодоступный лагерь на турецко-сирийской границе, который действует с тех пор. Они участвовали в нескольких битвах, наиболее известной из которых была операция против армянского города Кеса, с которым воевали джихадисты в 2014 году на границах Турции и Идлиба. Прокомментировал журналисту Франц-24 журналист Васим Насар. По словам журналистов, среди них Асмар Унсен, известный французский военнослужащий в Сирии, который привел с собой ряд лиц. 21 марта 2014 года президент Армена Кабрамян осудил агрессию французских и других джихадистов против армянского города Кеса. Столкнувшись с этим свидетельством, он попросил Францию отчитаться перед армянским населением и правительством Западной Армении также о реальном участии французских джихадистов в оккупации армянского города Кеса в его разрушении и человеческих потерях и компенсировать причиненный материальный ущерб во время трехмесячной оккупации. Обострение в сирийском Идлибе может стать главной темой внеочередного заседания Совета Европейского Союза. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жасель Боры. Сказано в комьюнике, распространенном в Брюсселе 1 марта. По его словам, военные действия в Сирии несут серьезную угрозу международной безопасности. Это вызывает неисчисляемые человеческие страдания среди населения и оказывает серьезное воздействие на регион и за его пределами. Европейский Союз должен удвоить усилий по преодолению этого ужасного человеческого кризиса всеми имеющимся в его распоряжении средствами, отметил представитель ЕС. По его словам, собраться в Совет ЕС должен как можно скорее. Поэтому я призываю провести на следующей неделе внеочередное заседание Совета Европы по иностранным делам для обсуждения складывающейся ситуации, в частности, по просьбе министра иностранных дел Греции, заявил Боры. Напомним, 1 марта стало известно, что Турция начала в Сирии новую военную операцию в ответ на авиаудары режима Асада. Ранее сообщалось, что Совбез ООН проведет экстренное заседание по Эдлибу. По данным Сирийского государственного агентства новостей САНа, число турецких беспилотников, уничтоженных сирийскими ПВО в Эдлибской зоне до эскалации достигло шести. Днем один из них был сбит у Сиракиба. Вчера турецкие вооруженные силы сбили два сирийских истребителя Су-24. После этого Российское министерство обороны заявило, что оно больше не будет гарантировать безопасность воздушного пространства в Сирии для Турции, и что любое устройство, нарушающее воздушное пространство в Сирии, окажется под угрозой. Союзы искусственной РКЦ в Шуши предоставят бесплатные занятия по ковроделю и гончарному делу для детей и подростков. Об этом в беседе с корреспондентом Арцах Пресс сообщила администратор Союза искусств на РКЦ в Шуши Ани Капланян. По ее словам, проект, который стартует 1 апреля и занятия будут проходить два раза в неделю, реализуется в партнерстве с профсоюзом и фондом Грайера и Анной Овнанян. Новое исследование показало, что хранящийся в музее и в конгрегации махитаристов меч, который по ошибке считался средневековым, на самом деле является одним из старейших мечей в мире ему 5000 лет. Как сообщает Армен Пресс, об этом пишет Дейл и Мейли. Согласно новому исследованию, один из хранящихся в музее на острове Святого Лазаря в Венеции мечей является старейшим мечом в мире, которому около 5000 лет. Редкий меч, который не похож на старое оружие, был изготовлен в третьем тысячелетии до Рождества Христова на Армянском Нагоре. Тем не менее, меч хранится как часть средневековой коллекции. Только когда местный специалист по древнему оружию заметил меч, его взяли для дальнейшего анализа, чтобы выяснить его возраст. Меч мог быть церемониальным объектом или используемым в бою оружием. Другая версия состоит в том, что меч использовался во время похоронной церемонии. Резкое сходство с мечом Арслан Теппе, а также информация о его металлическом составе позволили экспертам определить, что оружие датируется третьим тысячелетиям до нашей эры. Считается, что артефакт был привезен в Венецию во второй половине XIX века из Трапзона. Об этом написано на бумаге, которая сопровождает меч. Надпись на армянском языке сообщает о том, что его пожертвовал монастырю известный поэт и писатель Гевон Талешан, который умер в Венеции в 1915 году. Сейчас ведутся дальнейшие исследования меча. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию исполнение Сусанны Середарем. Сусанны Середарем. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!